Hello, hello! Приветствую, друзья! Вы попали на канал OK English. С вами Елена Викторовна Вагниста, и сегодня мы с вами проходим ещё один урок по фразовым глаголам английского языка. Думаю, что все из вас уже наслышаны о том, что есть такие особые фразовые глаголы, которые играют во фразе, да, то есть их контекст понятен только когда вы видите фразовые глаголы, окружённые какими-то другими словами, или вы его слышите в какой-то конкретной ситуации, да, то есть поэтому он и называется фразовый, потому что угадать его значение порой невозможно, только если не прочитать всё предложение, не увидеть ситуацию, не услышать сопутствующие объяснения. Сегодня мы работаем с фразовым глаголом back away. Back away. Обратите внимание, что back здесь это не наречие, не после лог, а глагол. А away будет уже как сопутствующим элементом, после логом. Back away. Back будет меняться по временам, как любой другой глагол. Ну что ж, поехали. Окей, back как глагол передаёт значение возвращаться, да. Back away means to move backwards so that you're further away from someone or something, often because you're afraid or nervous. Итак, смотрим. Back away обозначает отступить или отшатнуться, то есть двинуться назад, пятиться назад, да, так, чтобы вы находились дальше от чего-то или от кого-то. И часто причина того, что вы как бы двигаетесь назад, от того, что вы отступаете или отшатываетесь, состоит в том, что вы боитесь или вы нервничаете. Нервничаете. Пятиться назад. Тут хороший вариант. Пятиться назад или отступать. Мне прямо очень нравится. Есть ещё вариант back off. Back off. Тоже очень популярная связка. И давайте смотрим примеры. Are you crazy? She cried. Backing away in horror. Ты что, с ума сошёл? Закричала она в ужасе отшатываясь. То есть мы видим девушку, которая стоит с каким-то мужчиной, вдруг он взорвался, такой, весь что-то кричит на неё, совсем нетипичное поведение, и она ему говорит Are you crazy? Что с ума сошёл? Тряхнулся? She cried. Backing away in horror. Как бы отшатываясь, отступая в ужасе, да. Здесь видим очень хороший контекст данной ситуации. И ещё есть у нас вариант back away from. То есть back away from, после from мы сразу укажем, откуда, от какого места мы как бы двигаемся назад. The gunman began backing away from the counter, watching the cashier the whole time. Итак, мужчина с оружием начал, как бы, начал отодвигаться от прилавка, внимательно наблюдая за кассиром всё время. Итак, что мы видим? A gunman, the gunman, мужчина с оружием, да, парень с пушкой, то, что в сериалах, в фильмах, he began backing away. Он начал отступать назад. То есть здесь, может быть, он не то что боялся, он как бы нервничал, да. То есть он приставил пушку к кассиру и сказал give me the money, давай сюда деньги. Кассир начал судорожно эти деньги там упаковывать, в пакеты там, куда. И в это время gunman, the gunman, вот этот мужчина с оружием, он как бы he was backing away, он медленно нервничает, двигался подальше from the counter, от прилавка, вот она отправная точка, и при этом он внимательно смотрел. watching the cashier the whole time. Итак, мы видим здесь два герундия, backing и watching. Backing мы используем в форме герундия с ингом, потому что первый глагол begin. Когда вы начинаете что-то делать, begin doing something. То есть всегда будет следующее действие с ингом. Дальше, связка watching the cashier the whole time. Это как бы описательное предложение. В русском языке называется причастный оборот. И вот такие вот предложения, инг-клосс, если по-английски, они начинаются с герундия, то есть с глагола с инг, и служат, опять же, для описания ситуации. То есть как этот мужчина двигался? Watching the cashier the whole time. Всё время наблюдая за кассиром. Итак, хорошие примеры. Давайте ещё раз их повторим. Are you crazy? She cried, backing away in horror. The gunman began backing away from the counter, watching the cashier the whole time. Ну, естественно, если бы всё было так просто. Естественно. Back away имеет ряд других значений. Back away. To become unwilling to do something that you promised or planned to do. Especially because you do not support the idea or plan anymore. Итак, back away в значении отступить. Вроде бы как бы тоже значение, но контекст меняется. Вы как бы не хотите больше делать что-то, что вы обещали или запланировали сделать, в особенности, потому что больше вы не поддерживаете эту идею или план. Anymore больше, да? И варианты перевода отступить, изменить решение или изменить планы, да? То есть как бы отказаться от плана или отступить от плана. We thought we had a deal, but the seller is starting to back away. Вроде бы у нас уже всё было договорено, но продавец вдруг начал идти на попятную. То есть начал как бы отступать. Итак, видим, что у нас ситуация. We had a deal. У нас была какая-то договорённость. Но что-то пошло не так. The seller is starting to back away. Продавец начинает отступать. Идти на попятную, откладывать сделку, да? То есть он уже больше не хочет. He is unwilling. Unwilling – это, кстати, прилагательное. He is unwilling to do something that he promised. Or he is unwilling to follow the plan. Да, он больше не хочет следовать плану. And he is starting to back away. Он начинает то, что по-русски морозится. Кстати, классный вариант перевода. Морозится. To back away. Морозится, когда вы вроде бы договорились это сделать, а потом в какой-то момент передумали. Вы начинаете морозиться. You start to back away. Дальше. Back away from. Та же связка, да? Но контекст, видим, немножко поменялся. The government has been accused of backing away from a promise to increase welfare benefits. Правительство обвинили в том, что оно отказывается от обещания увеличить пособие по социальному обеспечению. Итак, government – правительство. Government. Government часто говорят. Government. В быстром варианте тут выпадает средний слог, да? It has been accused. Его обвинили. Здесь мы смотрим на government не как на ряд людей, а как на как бы одну социальную единицу, да? Поэтому мы говорим has been accused в единственном числе. То есть, government здесь как it работает. Дальше. Accused – это обвинить кого-то в чём-то. It has been accused. Соответственно, это пассивный залог в форме perfecta. Present perfecta. Be accused. Быть обвинённым. Has been accused. Было обвинено. То есть, его обвинили. Неизвестно, кто это сделал, да? Журналисты, люди и так далее. Непонятно. It has been accused. В чём? А в back in the way. В том, что оно отступает from a promise. От обещания. Видим, что здесь back away from. И отступаем мы от какой-то абстрактной ситуации. Не буквально физически от какого-то места, как в предыдущем примере, а вот ситуация, в которой мы начинаем морозиться, да? Какая-то абстрактная. Например, promise, обещание. И в чём заключалось это promise? To increase. Обещание было увеличить. Welfare benefits. Welfare – это социальное обеспечение. Welfare. Да? То есть, какие-то социальные взносы, может быть, да? Пособия и так далее. И benefit, ну, в данном случае, как пособие, да? То есть, какие-то финансирования каких-то социальных программ, да? Welfare benefits. Я, друзья, мы не спец по политическому английскому. Кто подберёт более качественный перевод, пишите в комментариях. И ещё разочек читаем наши примеры. We thought we had a deal, but the seller is starting to back away. Пример номер два. The government has been accused of backing away from a promise to increase welfare benefits. Двигаемся дальше. Back down. Тут у нас уже пошёл другой фразовый глагол, но там по нему очень мало, поэтому я добавляю его в данный урок. Окей, back down. Тоже у нас back является глаголом, и down после логом. Back down. To accept that you cannot win an argument or fight and stop trying to win or accept that you are wrong and change your decision when you do not want to do this. Итак, back down – хороший вариант перевода, как, опять же, отступить, и есть вариант, как принять поражение. То есть, согласиться на то, то, что вам придётся отказаться от ваших идей. Смотрим комментарии. Back down обозначает принять, что вы не можете победить. Победить в чём? В споре. Argument – это спор. Win an argument – победить в споре. Либо вы не можете победить в схватке. Fight – битва, схватка. Кстати, ссора – также вариант перевода. Я думаю, даже ссора здесь больше подойдёт, как перевод. And stop trying to win. И перестать пытаться победить. То есть, принять поражение в споре, в ссоре. Либо accept that you are wrong. Нужно принять, что вы не правы, опять же, в споре, and change your decision. И нужно изменить своё мнение. When you do not want to do this. Даже если вам этого не хочется. Поэтому варианты перевода – отступить в споре, принять поражение в каком-то споре. The union refused to back down and called for immediate strike action. Итак, собрание отказалось отступить и незамедлительно начала забастовку. Есть хороший вариант перевода слова union на русский в данном контексте – это профсоюз. Группа рабочих в какой-то организации. Профсоюз. Итак, профсоюз отказался от того, чтобы как бы отказался отступать. Вот так вот. The union refused to back down. Профсоюз отказывался отступать. То есть профсоюз не хотел менять своё мнение, своё решение. And called for immediate strike action. И призвал к мгновенной забастовке. Strike – это забастовка. Action – как действие. Начало забастовки. Immediate – это незамедлительно мгновенный. Call for – как бы призвать к чему-то. Дальше у нас будет call for – фразовый глагол. The union refused to back down and called for immediate strike action. Профсоюз отказался отступать, отказался менять своё мнение и призвал народ к незамедлительной забастовке. In the end, Khrushchev backed down and agreed to remove the missiles from Cuba. Наконец-то Хрущёв сдался и согласился убрать ракеты с Кубой. Тут, я думаю, идёт отсылка к знаменитому скандалу ядерному между Америкой и СССР. Помним, что был у нас тогда такой президент, как Хрущёв. По-английски, обратите внимание, говорится как «Khrushchev». Не Хрущёв, не могут они сказать «Хрущёв», для них это очень сложно. Поэтому англоговорящие люди, американцы коверкают русские фамилии, собственно, как и мы коверкаем их фамилии, да? Поэтому говорится «Khrushchev», не «Хрущёв». Обратите внимание. In the end, в конце концов. In the end, Khrushchev backed down. В конце концов, Хрущёв отступил. То есть, он изменил своё мнение, да? Он не захотел развязывать ядерную войну. And the grid и согласился to remove the missiles. Он согласился убрать ракеты. Missiles, ракеты, ядерные ракеты. Какой-то вид оружия, короче, ракеты он там убирал, да? From Cuba, с Кубы. Помним, что тогда на Кубе СССР, как в дружественной стране, да? Установила там свои эти как бы хранения оружия, да? В том числе и ядерного оружия. И тогда реально американцам было очень страшно. Американские дети, женщины, мужчины все просыпались в холодном поту, потому что они боялись, что может случиться ядерная война. Честно говоря, им не завидуют. Это было, наверное, очень страшно. Итак, самое главное, что Khrushchev backed down. Хрущев отступил. То есть, он согласился, может быть, не принять поражение, а он согласился изменить свое мнение, хотя он этого и не хотел. И еще есть у нас вариант back down on something или back down over something, да? И есть какое-то дополнительное пояснение. The government may have to back down on some of its transport policies if it wants to win the next election. Итак, правительству придется отступиться от некоторых моментов, связанных с транспортной политикой, если они хотят победить в следующем туре, да, в следующих выборах. Итак, the government. Опять же, правительство – знакомое слово и также используется в единственном числе. If it wants. Видимо, ссылка it к слову government. The government may have to. Возможно, будет вынуждено. То есть, возможно, правительству придется. The government may have to. И фраза глагол back down – отступиться. Идет пояснение от чего, от какой мысли отступаем, да? On или over плюс мысль, от которой приходится отказаться. On some of its transport policies. Transport policies – транспортная политика. Policy – политика. Не полиция, обратите внимание. If it wants – если оно хочет to win the next election – выиграть следующих выборов. Election – выборы, да? Давайте еще разочек прочитаем все наши примеры. The union refused to back down and called for immediate strike action. In the end, Khrushchev backed down and agreed to remove the missiles from Cuba. The government may have to back down on some of its transport policies if it wants to win the next election. И, друзья мои, маленький диалог. Did you buy a new smartphone for your wife? We almost bought it. What do you mean? We almost made a deal, but at the last moment my wife backed away. Ну что, ты купил новый смартфон для жены? Мы почти купили. Что ты имеешь в виду? Ну, мы уже почти договорились и в последний момент моя жена отступила. То есть, моя жена передумала. Захотела, наверное, не обычный смартфон, а айфон, S-Shmes, там какие, я не знаю, будут самые актуальные айфоны на данный момент. Окей. Did you buy? Вы купили a new smartphone for your wife? Новый смартфон для жены. Можно задать этот вопрос в Present Perfect have you bought? Но чаще американцы скажут через обычный Past Simple Did you buy? We almost bought it. Мы почти купили. Соответственно, ответ тоже в Past Simple. What do you mean? А что ты имеешь в виду? We almost made a deal. Ну, мы уже практически договорились. Make a deal, договориться. But at the last moment, ну, в самый последний момент my wife backed away. Моя жена изменила мнение. Она как бы отступила. Начала морозиться, да, помним, хороший вариант у нас был. Итак, этот диалог видим, что очень простой. Давайте его с вами прочитаем по ролям. Я буду человеком А, а вы человеком Б. Did you buy a new smartphone for your wife? What do you mean? Отлично, и меняемся ролям. Теперь вы начинаете. И, друзья мои, здесь вы можете прослушать дополнительные примеры. And because you're back and away. Это фрагмент из видео, и поэтому ты отступаешь. И есть два аудиопримера. She backed away from the menacing look on his face. Она отшатнулась от его угрожающего, устрашающего взгляда на лице. She backed away. She backed away. Она отшатнулась. От чего? From the menacing look. Menacing, такое более редкое слово, да, угрожающий, пугающий. Look – это взгляд или, может быть, выражение. Look on his face, даже выражение его лица. То есть, он так на неё посмотрел, with the menacing look on his face, что она аж backed away. Отшатнулась. И второй пример. The government has backed away from its nuclear weapon strategy. Правительство изменило своё мнение по поводу ядерной, по поводу стратегии ядерного оружия. The government has backed away. То есть, правительство backed away, ну, не факт, что оно отказалось, да, оно просто как бы изменило своё мнение. Вынуждено было изменить своё мнение по поводу чего? From its nuclear weapons. Nuclear – это ядерный weapons оружие, nuclear weapons – ядерное оружие и strategy – стратегия по поводу стратегии ядерного вооружения. Nuclear weapons strategy. Так, давайте ещё раз повторим. А зачем повторять? Вы сейчас сами всё услышите и увидите. Друзья мои, ещё три примера. Welcome. Давайте, друзья мои, ещё раз повторим быстренько все примеры, которые мы разобрали в сегодняшнем уроке. Are you crazy? She cried backing away in horror. The gunman began backing away from the counter, watching the cashier the whole time. We thought we had a deal, but the salary is starting to back away. The government has been accused of backing away from a promise to increase welfare benefits. The union refused to back down and called for immediate strike action. In the end, Khrushchev backed down and agreed to remove the missiles from Cuba. The government may have to back down on some of its transport policies if it wants to win the next election. Did you buy a new smartphone for your wife? We almost bought it. What do you mean? We almost made a deal, but at the last moment my wife backed away. And because you're backing away. She backed away from a menacing look on his face. The government has backed away from its nuclear weapon strategy. И, друзья мои, перевод всех наших примеров обязательно сделайте, чтобы проверить себя, чтобы лучше закрепить материал, сделайте перевод с русского на английский. Это все те же фразы, что мы разобрали, но вопрос, можете ли вы сделать вот так вот, например, с лёту перевод, или вам, может быть, нужно сделать сначала письменный перевод. Многим помогает работа именно с письменным материалом, да, и вы можете свериться с предыдущим слайдом, именно для этого я объединяю материал вот так вот, чтобы было удобно с ним работать. Ну что ж, друзья мои, наверное, здесь мы можем закончить наш урок. Занятие для вас провела Елена Викторовна Вагнистая, ведущая канала OK English. Не забывайте про наши сайты, соцсети. И до скорой встречи в новых уроках по фразам, глаголам. Следите за новинками на канале OK English. До скорой встречи, друзья мои. Bye-bye.